всем привет сегодня вы видите меня в такой домашней обстановке уж не обессудьте за внешний вид он чисто такой домашний не совсем возможно презентабельный для канала вот но дело в том почему именно так дело в том что если бы я сейчас начала подготовить подготавливаться там краситься и прихорашиваться то все мои мысли улетучились вот и грустно было бы такому видео когда сказать это и нечего причина того что я решила записать это видео заключается в том что я отвечала на комментарий на комментарий к видео раскладу что меня тормозит и мы дискутировали с женщиной с еленой которая предложила мне этот расклад вот и там значит у меня родились такие очень интересные мысли которыми я хочу с вами поделиться почему я хочу поделиться потому что меня просили или не записывайте почаще болталки да то есть вас интересно слушать не вот и кому это надо действительно но те будут смотреть вот я пообещала что я это сделаю и вот я поэтому сейчас записываю что я хотела рассказать значит комментарий был о том что почему я и многие мои возможно коллеги на каналах да реагируют допустим на какие-то комментарии которые нас цепляют это не обязательно негативное да не обязательно оскорбление а просто какие-то высказывания возможно нас цепляет вот поскольку я привыкла всегда говорить о себе вот я буду рассказывать о себе других коллег я не расскажу и это не будет ответ на эти комментарии то есть если вы настроились на то что я буду рассказывать что-то такое негативно нет дело в том что я хочу рассказать вам об одной позиции который другом ином взгляде да как я привыкла показывать который может быть вам будет как-то полезен значит дело в том что к раскладу почему я торможу я делала вступление и я рассказывала как работает наш мозг почему мы какую-то информацию воспринимаем какой-то не воспринимаем что-то понимаем что-то не понимаем а сейчас я хочу рассказать вам вот что иногда в комментариях да вы мне пишите и говорить о том что не реагируя не обращая внимание и так далее либо почему ты заморачиваешься и что-то меняешь в себе что-то делаешь то есть если это один такой человек да то не надо на него обращать внимание потому что большинству допустим ты нравишься да и иди за большинством а не за меньшинством дело вот в чем если бы это был какой-то негативный комментарий да с оскорблением да там может быть как-то я по-другому поступила но дело вот в том в чем когда именно в коммуникации значит когда мы говорим либо мне кто-то говорит меня не понимает а меня не понимают туда либо то что вы говорите я вас не понимаю если с точки зрения оппонента то раньше я так реагировала да как возможно и многие коллеги типа если ты не понимаешь значит и просто не дорос и эта информация не для тебя но если даже не если а со временем мне мои учителя с тонкого плана показали одну такую очень интересную которая очень глубоко засела во мне дело в том что мне все показывают в масштабах да то есть когда мне хотят чему-то научить когда мне хотят что-то рассказать мне всегда показывают масштабы то есть масштабы я имею ввиду это не с позиции одного человека а с позиции очень большого количества людей и всегда это вид сверху и в комментарии я его закрепила к раскладу да что меня тормозит можете почитать я привожу пример муравейника то есть если мы смотрим на любую ситуацию с точки зрения мураша то есть я мураш и другой мураш и вот мы с ним коммуницируем у нас включается эго объясню почему если мы смотрим на ситуацию с позиции человека сверху не не как мураша а с позиции человека который смотрит на весь этот муравейник то согласитесь взгляд да иной взгляд он дает нам больше понимания то есть я понимаю почему этот мураш идет туда что ему нужно было бы сделать как удобнее поднять там не знаю какую-то соринку и отнести в свой муравейник но что вдвоем они бы лучше то есть мы понимаем и координируем действия мурашей намного лучше потому что смотрим с позиции выше и в контексте такой вот глобальности масштабности так вот а раньше раньше повторюсь и скажу что я тоже бы так реагировал то есть ты меня не понимаешь значит и не мой уровень но вот учителя мне как раз таки с позиции человека глядя на этот муравейник показали вот что мы на самом деле и эту идею вы не поверите я сейчас вспомнила я ее читала по моему где-то в начале 90 книга называлась небесные предсказания по моему автор red file если я не ошибаюсь в общем суть книги заключалась в том что нашли папирусы вот и в них были заложены 10 знаний вот одно из знаний как раз таки говорилось о коммуникации то есть когда ты начинаешь вступать любой диалог в любую беседу в любую коммуникацию с другой с другим человеком она всегда обоюдная если я смотрю с точки зрения своего эго да то есть ну ты пришел ко мне как на мой канал да ты меня не понимаешь я типа мудрец и у меня корона большая а ты меня не понимаешь тушу то толку от этого никакого не будет да на самом деле то есть я могу потешить свое эго меня поддержит скажет вот и другому оппоненту ты глупец иди расти и так далее частично это может быть и так да то есть человек недорос и на самом деле когда я была в этой позиции да я вам всегда говорю что я рассказываю с позиции ну ставлю себя на место другого человека это было очень неприятно да когда ты чувствуешь себя глупым когда ты чувствуешь себя беспомощным что вот я обращаюсь за информацией да она мне нужна она мне важна я ее не понимаю мне никто не подсказывает и я чувствую себя полным идиотом поэтому я сказала шуту вот это очень неприятно если я пришла значит я хочу учиться и если ты можешь то помоги мне то есть вложи в меня максимум да они отталкивай меня хотя опять таки поскольку у меня никогда не было учителей а вот этот позиции отталкивания она всегда меня мотивировала что нет блин я найду ответы да и вот таким образом я росла теперь значит что происходит когда мы вступаем вот в контакт с другим человеком если мы смотрим с позиции выше то обучение либо взаимодействие она всегда обоюдная то есть мы обмениваемся некой такой информации и если я включаю своего и я говорю у меня есть корона я мастер поняла это твои проблемы не поняла тоже твои проблемы то на самом деле я прикрываю себе путь развития почему объясню когда мне человек что-то говорит например он говорит я не понимаю тебя то есть условно доносит до меня информацию что твой язык символов и знаков он мне непонятен белое пятно для этого человека его рост то есть понимание моего языка то что ему непонятно значит ему это его роста он должен научиться понимать этот язык если для него это важно а мою белое пятно заключается в том что мой язык символов он стал таким автоматическим да что а я уже не запариваюсь то есть мне не включаю свой мозг доносить информацию таким образом чтобы быть понятным многим да ну либо хотя бы в данном случае этому человеку то есть я закаменела я зачерствела то есть я говорю автоматами уже в ней в этой информации нету понимаете души нету свежести нету ценности какой-то да то есть для меня это рост говорит о том что обратили внимание тебе нужно научиться то есть ты уже достигла какого-то потолка на том уровне где ты находишься и тебе нужно расти и твой рост как раз и заключается в том что нужно говорить другими другим языком найди этот язык изучи его да а если ты говоришь например с точки зрения логики используя образное мышление да используя образы аллегорий чтобы их использовать надо понять как они устроены да а значит надо дополнительно мне развиваться то есть по сути любая связь двух людей если мы не включаем свое эго она говорит о том что должны развиваться оба если нету комик вот этого контакта коннекта человек растет потому что он меня не понимает значит нужно научиться моему языку а мне нужно выйти из своего понятного привычного языка и научиться хотя бы символами тем которые понятны другому человеку что мне это дает я значит что сделала я нашла книгу постаралась понять как это все работает то есть я заморочилась но это моя заморочка она дала мне понимание как все устроено теперь что я могу сделать я могу обходить другого человека оппонента понимая как он устроен в голове на для того чтобы ум не сопротивлялся моей информации и донести до человека в обход ума а необходимую ему информацию мой плюс заключается в том что благодаря этому человеку что он мне показал я выросла то есть я сделала то что нужно было мне а человек вырос почему потому что во первых я ему донесла на его понятном языке плюс ко всему он увидел зону своего роста зона своего развития и тем самым получается что что мы оба оказались плюсе но если бы я изначально сказала именно вот эту вот позицию до позицию мураша что непонятно иди левым путем да нам с тобой не ну типа здесь все такие продвинуты это не к нам это был бы достаточно эгоистично именно с этой точки зрения а я говорю всегда о том что любой человек который указывает либо даже не указывает некрасиво слово указывает а высвечивает мне например что мне понравилось в этом комментарии что человек сказал что я не понимаю он не скажет что вы там там что-то там такое делать а я не понял и мне во мне это включилась за что здесь надо мне расти почему я именно на себя перевела потому что человек был моим зеркалом и понимая вот эти вот знания что в любом контакте есть обмен каждый друг другу высвечивает передает информацию то есть любое общение она всегда должно быть в плюсе то есть когда ты уходишь а завершаешь свою свою беседу свою делу где должно быть оставаться в такой немножечко приподнятое ощущение это показатель того что твоя энергия ну вот обогатилась да ты что-то новое узнал если ты уходишь наоборот с ощущением что тебя высосали да ты истощен энергетически значит контакт был не совсем правильный теперь вспоминаем этот расклад где я рассказывала про пирамиду дилса мы в этой пирамиде дилса а мы говорили о том что найдите этот расклад там психологии по-моему так я его и что-то назвала с пирамидой дилса уже название не помню мы рассказывали что мы решаем задачу не на том уровне как говорил онштейн на котором она создавалась а на уровень выше а в идеале на 2 если мы друг друга не понимаем а это на уровне действия да то есть мы переписываемся мы совершаем какие-то действия мы друг друга не понимаем у нас создалась проблема то решить все можно либо уровнем выше это уровень навыков либо на два уровня выше это уровень убеждений и смотрите как интересно получается как все совпадает с тем что я сказал если я на уровне действий общаюсь девочкой и мы друг друга не поняли да то есть не могли я не смогла донести до нее информацию она не смогла ее воспринять потому что у нее нету вот этого вот механизма воспринятия моей информации моих образов ну то есть ей не хватает нету этого на самом деле навыка то есть уровень выше для нее рост на уровне навыков значит и надо это выработать и это могло бы быть решение точно так же как у меня да то что я сказал на уровне действий мы не понимаем друг друга идем уровнем выше навыка значит мне нужны новые навыки в коммуникации то что я в принципе вам и рассказала чуть ранее сначала я вам рассказываю с точки зрения условно говоря духовности как меня учат учителя смотреть на все с высока с точки зрения глобальности а потом смотрим с точки зрения психологии либо мы выходим на два уровня выше два уровня выше это что это убеждение то есть я убеждена про корону то что мы говорим что я знаю что я доношу правильно что проблемы не во мне а проблемы в тебе. Это убеждение, то, что мы говорим о нашем эго. И стоит поменять только вот это, что я не права, то есть я, скорее всего, права, но в этом нет истины, потому что истина, она одна, и если бы она была, то она была бы понятна всем. А если это только понятно мне, то это уже что-то такое субъективное, это может быть правда, то есть правды могут быть много, а истина, она одна. И исходя из этого, я как раз-таки поступила так, как поступила, заморочилась и стала объяснять, и тем самым я выросла. Почему? Потому что, находя ответ, я поняла, как устроена вот эта вот модель, и я теперь знаю, как я могу идти в обход ума, то есть каким языком, какие символы надо использовать, то есть чтобы человек, пускай сознательно не понял информацию, но она загрузилась, и она у него раскроется, может быть, через сны, может быть, через какого-то другого человека. Но то, что я посела, оно 100% у него раскроется. И это будет. Не обращайте внимания, а то у нас так этот цыганин приезжает, собирает старье и металлолон. Что я хотела сказать? То есть хотела вам показать вот эту вот пирамиду Дилса замечательно, как мы можем решать задачу, да, посмотрите в интернете эти уровни, всегда найдите тот уровень, на котором у вас проблемы, если на уровень убеждений, значит, это уровень идентичности, проигрывания ролей, то всегда на уровень выше вы сможете найти решение этой задачи. А теперь с точки зрения учителей, которые мне показывали глобальность, все, что я вижу, они мне показывают как некую такую паутину, достаточно большую, мировую паутину. И в этой паутине очень много вот этих вот искр, точек. Это, предположим, что это душа человека, либо сам непосредственный человек. И в любой ситуации нам кажется, что я, допустим, не влияю никак на вас, вы никак не влияете на меня и так далее. Это иллюзия. Почему? Потому что именно при взаимодействии, я прямо увидела вот эту всю паутину и вот эти вот две точки. То есть когда я доношу правильно информацию до этого человека, вот эта вот точка моя, а эта точка, допустим, вот этого человека, сгорается. Если я правильно доношу информацию до этого человека, то у человека появляется понимание. Он, вокруг него есть свои точки, семья, близкие, родственники. Он меняет свое мышление и тем самым влияет на окружение других людей. И получается, что я не только повлияла на этого человека, а повлияла и на пятерых, троих человек, которые вокруг него. Эти трое, они, в свою очередь, имеют свою какую-то семью, какую-то свою стаю. И, по сути, если я говорю о том, что, а, иди лесом, мне все равно, да, то что я делаю? Я, допустим, условно говоря, негативно влияю на эту точку. Но этот человек притянулся ко мне, значит, я могу как-то позитивно, то есть у меня есть то, что нужно этому человеку. И моя задача убрать свое эгооценочность и дать ему любыми возможными способами, чтобы он понял то, что ему нужно. И тем самым получается, что я влияю не только на этого человека, а я влияю на всех тех, которые находятся в нем. Вам это известно, вы это уже слышали. Но одно дело, когда ты слышишь эту информацию, а другое дело, когда ты ее видишь. Вот я это вижу, вот как одна общественная такая большая паутина, которая нас всех связывает. И кажется, я с человеком лично не знакома. Я не помню уже имя, я не помню, ну, и не знаю этого человека лично. Но то, что я говорю, я четко мне показали, что насколько это будет важно и насколько это влияет на другого человека. Точно так же, как и она повлияла на меня. Почему? Ну, потому что вот благодаря вот этой вот связи в паутине, где мы находимся, да, мы друг друга подергали за какие-то определенные ниточки, и я стала светить лучше, ярче. Почему? Потому что я нашла необходимую информацию, и это меня обогатило. То есть я стала еще светлее. Понимаете? Поэтому очень, опять-таки, все зависит от того, с какого уровня мы смотрим и под каким углом зрения. То есть если мы смотрим, как обычно говорят, ну, вот как говорят, да, коллеги, то есть если вы не поняли, да, это вы такой ученик, всегда помните, что все у нас обоюдно. И если мы не видим этих связей, это не значит, что их не существует. Да? И ту мысль, главное, о которой я хотела сказать, что если для меня вот это вот очень важно, уметь доносить информацию. Почему? Потому что это показатель моего уровня профессионализма и мастерства. А поскольку я расту и развиваюсь через свой профессионализм, через то дело, проще говоря, чем я занимаюсь, а я хочу быть выше, это естественно, то по сути, развивая себя через вас, то есть вы мне высвечиваете мои белые пятна, и тем самым помогаете мне в моем развитии. И да, я написала в комментариях, что это эгоистично, но это экологично. Почему? Потому что мы все, все, чтобы как бы мы соглашались, либо там такие просветленные, в кавычках, которые любят говорить, что я не эгоист и так далее, и так далее, это все чушь. Мы все делаем ради себя, не ради кого другого. Потому что мы являемся центром своего внимания. И даже когда мы проигрываем жертву, мы это тоже делаем для себя. Негативные эмоции мы проживаем, мы тоже это делаем для себя. Не всегда, правда, мы это осознаем и понимаем. Вот такую информацию я хотела до вас донести. Насколько она была полезна, не знаю. Пишите в комментариях. Если хотите, я буду записывать еще такие ролики. Я с вами обращаюсь. Пока-пока.